Здрасте, мои маленькие любители разъёбов! Но разъёбывать сегодня мы будем не Сигни, и даже не Лэнслайда, да и, в принципе, не ютубера, а планшет. А если бы и конкретнее, то мы окунёмся в далёкий 2016 год, когда я это сделал. Да уж, ебать, наконец-то я могу это рассказать, не получив пизды от бати. Ну а обязательно, господа, перед тем, как мы перейдём к основной части истории, спуститесь в описании и подпишитесь на мой телеграм-канал Борода.тг. Там выходит очень много голосовых с моими эксклюзивными мыслями, которые вы не услышите в видео и не увидите в сообществе. Ну а если вам не нужны мысли, то, как минимум, там есть все оповещения о новых видео и о стримах. Поэтому, если вы хотите узнавать о всех моих видео и стримах самым первым, даже раньше, чем те, которые узнают об этом на Дискорде, то подписывайтесь на телеграм-канал Борода.тг. Ну что же, господа, сперва я считаю нужным прояснить вообще, каким я был в те времена. Во-первых, я думаю, ни для кого из вас не секрет, что я достаточно бомбящий человек. Восемьдесят девять! Сука, блядь. Да, отхожу я, конечно, быстро, но мои эмоции во время бомбежки ебать какие яркие. И как вы понимаете, когда я был младше, я еще не остепенился, не был более спокойным, да и, в принципе, особо свои эмоции держать не умел, поэтому бомбящим я был в еще большей степени. А во-вторых, помимо бомбежек, меня сопровождало абсолютное неумение оценить то, что я имею, в особенности технику. Именно из-за этого, знаете, у меня на счету очень много разъебанных мышек, разъебанных клавиатур. Однажды у меня был такой, типа, маленький телефон, и я его разъебал даже не из-за бомбежки, а просто потому, что я бы считал это прикольным, блядь. Сначала дома я расхуярил и мой экран, потом в мою ебнутую школьную голову пришла идея. Хм, а, наверное, будет классно принести его в школу и разъебать его всем классом, что мы, в принципе, успешно и сделали. Да уж, ебнутости мне тогда было не занимать. И сейчас, в принципе. Исходя из этого комбы, мы можем выяснить, что геометрия дэш подливает в него просто неебового масла. И апогеем моих разъебов стал планшет, который был мне подарен на день рождения, на мои 10 лет. И на тот момент он стоил достаточно дорого, 12 тысяч рублей. Начал завротить на планшете в геометрии дэш я в конце 2015 года. Завротил я в него постоянно. Перед сном, блядь, когда я срал в толчке, лёжа на диване, я задротил в ГД. И всё это задротство привело меня к хардосту, как бы вы думали, к какому? Бласт процессинг за полторы тысячи попыток. И, как вы прекрасно уже, я думаю, понимаете, учитывая комбо, которое я вам рассказал чуть ранее, это прохождение сопровождалось неебовыми бомбёжками. И, как вы вот сейчас видите на своих экранах, планшет у меня достаточно тоненький, если мы берём его без чехла. И наличие чехла его спасло от ранней смерти. Позволял я себе с планшетом во время бомбёжек очень много разных непотребств, которые мне сейчас в голову просто, ну, типа, блядь, я думаю об этом, такой, ебать, я буду конченым. А именно, хуярить его изо всех сил просто по экрану, нахуй, кулаком. Кидать его я спокойно мог. Ну, а самым моим апогеем было вот так вот гнуть его об коленку. Все те части, которые не были защищены чехлом, вы можете сейчас наблюдать на своих экранах. И, я думаю, сколы здесь очевидны. И вы прекрасно понимаете, почему. И несмотря на все эти испытания, несмотря на все эти краш-тесты, мой планшет жил достаточно долго, но это не могло длиться вечно. И вот он, январь 2016 года. Я, как обычно, задротил в ГД. И тут я решил такой, ну, блядь, в принципе, можно и в толчке поиграть, типа, ну, приятное с полезным, как говорится. На тот момент у меня бласт процессинг уже был пройден. И я тогда проходил теорию первую. На тренина она у меня была уже неплохо. И шла она, в принципе, полегче, чем бласт процессинг. И я прохожу, прохожу, играю, блядь, естественно, подбамбливает у меня. И точка невозврата в моей бомбежке. Таким Рубиконом стал слив на последнем кораблике. И, как вы понимаете, с тогдашним комбо моим слив на последнем кораблике в теории не мог не закончиться тем, что я начну просто гнуть планшета в свою коленку. И знаете, хоть и за счет наличия чехла все вот эти манипуляции планшет раньше переживал, то, как вы понимаете, он теряет прочность со временем. Если так делать постоянно, то рано или поздно такая манипуляция может стать для его жизни последней. И вот она, жесткая бомбежка. Я, начиная со всей дури, как я это обычно делаю, гнуть планшета в коленку, я думал, ну как всегда ничего не будет, и просто весь экран резко покрывается трещиной. Я поломал там вообще всё, начиная от матрицы, заканчивая тачскрином. И всё, что мне пришло в голову тогда, это, знаете что? Выключить его, закрыть его чехольчиком и положить на полочку. План, блядь, надёжный, как швейцарские часы. Но через 4 месяца он всё же спалился. Благо не отцом, а дедом. Дед, конечно, наругал меня. И, в общем, он его всё-таки починил. И тачскрин, и матрис, но очень весь экран, грубо говоря, надо было заменять. Обошлось это в 7 тысяч рублей. А я напомню, сам планшет стоил 12. То есть, ну, грубо говоря, вот ещё 5 тысяч рублей доплатить, и такой же можно планшет было купить. Какие выводы можно сделать из этой истории, дамы и господа? В первую очередь, это ценить всё то, что у вас есть. Потому что, если вы, допустим, не будете бережно относиться к технике, даже к девайсам своим, типа, какими бы они ни были дешёвыми, то вы их будете просто разъёбывать. А, знаете, вот это вот ощущение после того, как ты после бомбёжки разъебал мышку, оно, как бы его описать, достаточно неприятное. Ну, блядь, те, кто испытывал такое, те, думаю, меня прекрасно понимают. Ну, а во-вторых, господа, это очень важно, особенно если вы гдэшер. Всё же нужно уметь контролировать свои эмоции. Да и это, в принципе, и в жизни достаточно важно, уметь контролировать себя, контролировать свои эмоции и, в принципе, быть сдержанным человеком, что, конечно, у меня до сих пор не очень получается. Но я хотя бы избавился от разъёбывания мышек и клавиатур. Достаточно, кстати, дорогим способом, но очень эффективным. Я просто купил, блядь, ебать, клавиатуру и мышку, которая стоит по 6 косарей нахуй. И мне кажется, блядь, если ты уж свои 6 косарей на каждый из этих девайсов потратил, то разъёбывать их даже при самой жёсткой бомбёжке никаких даже задних мыслей не возникнет. Благодарю всех за просмотр данного видео. Не забываем подписываться на телекрам-канал Борода.ТГ, не забываем подписываться на мой канал, смотреть мои другие видео и будьте сдержанными. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!